Всем привет! Вы на канале КВД. И как вы уже догадались, сегодня будем продолжать говорить о пневматическом инструменте. Опрессовка проводов наконечниками пользуется большой популярностью, ведь это простой и быстрый способ создать качественное соединение. Чтобы произвести такую опрессовку, выбираю специальный инструмент в зависимости от типа провода и вообще масштаба работы. К примеру, для серийного производства очень важно, чтобы способ опрессовки был быстрый, простой и, конечно же, качественный. Представляю вашему вниманию пневматические пресс-клещи PKP-01 от компании КВД. PKP-01 предназначен для серийной опрессовки изолированных наконечников, гильз, разъемов, медных трубчатых наконечников, автоклеем, пулочных наконечников. Его универсальность, внешний вид, компактность сделает эту пневматическую машинку просто ценнейшим приобретением. Пресс-клещи работает от пневматической помпы, то есть от компрессора, посредством нажатия на пневматическую педаль. При этом ваши руки остаются свободные, чтобы установить наконечник в рабочую голову инструмента. Но обратите внимание, что инструмент поставляется без матриц. Данный инструмент полностью совместим со всеми матрицами серии МПК от КВД, что фактически делает пневматический инструмент универсальным. На нашем сайте вы можете ознакомиться со всеми матрицами серии МПК и подобрать себе ту матрицу, которая необходима именно вам. Матрицу стоит выбирать, исходя из типа прессуемого наконечника и самого провода. Комплектация ПКП-01 состоит из самого инструмента, пневматические педали, редуктора, крестовой отвертки и два пневматических шланга. Чтобы установить комплект матриц, нам необходимо поднять защитный кожух, который предназначен для безопасного проведения работ, и с помощью крестовой отвертки, которую входит в комплектацию, установить необходимые на матриц. Тут главное устанавливать матрицы таким образом, чтобы сторона матриц с наименьшим сечением опрессовочного профиля всегда располагалась у края губок самого инструмента. Схема подключения пресс-ключей ПКП-01 очень простая. От общей магистрали подключаемся к входу редуктора, далее подключаем пневматическую педаль и от нее уже ведем пневматический шланг к нашему инструменту. После того, как мы подключили наш инструмент к пневматической системе, и чтобы начать уже опрессовывать наконечники, необходимо настроить давление, которое равно от 0,5 до 0,6 мегапаскаль. И посредством нажатия на пневматическую педаль нужно осуществить опрессовку. При настройке давления необходимо обращать внимание на качество опрессовки при первичном обжиме. Если видно пережатие или недожатие наконечника, то необходимо корректировать давление в большую или меньшую сторону. Это актуально при переходе с одной матрицы на другую. Если вам необходимы инструменты для серийной опрессовки только полученных наконечников, то выбирайте пресс-ключей ПКП-10К, о котором мы, кстати, уже снимали подробный видеообзор. Ну а если вы хотите универсальные со сменными матрицами для различных наконечников, гильз разъемов, то выбирайте ПКП-01. Не забывайте подписываться на наш канал, а также мы есть на Яндекс.Зене, Рутубе, Вконтакте и Телеграме. А на сегодня все. Всем до новых встреч. Увидимся в следующих видеообзорах. Пока!